Вот, то есть, если мужчина гордится перед женской природой, то тогда он от женской природы получает по шапке. А это самое ужасное, потому что, знаете, люди, и мужчины, и женщины, все знаете, что есть еще третья ипостась. Вот это вторая ипостась, когда женщина дает знания и учит мужчину, и ведет за собой, благословляет его своим присутствием, то, что сейчас вы делаете. Это вторая ипостась женщины, энергия знания. И Бог дает в этот момент женщине знания, чтобы она вела мужа за собой. Но обычно хорошие люди достойны таких жен. Хорошие или не плохие люди, а хорошие. То есть, если человек хороший, но вам кажется, что не так, но он хороший. Если бы он был нехороший, ему бы Бог бы такую жену не дал. Но есть, мои дорогие друзья, еще третья ипостась женская. Вот эту ипостась я бы никому не советовал с ней встретиться, ни мужчинам, ни женщинам. Вообще никому. Не дай Бог вам с ней встретиться. Потому что эта ипостась женская обладает безграничным могуществом уничтожать. Это разрушительная сила. Вот когда в женщину входит эта сила, она ничего с собой не может делать. Она рушит свою собственную жизнь. Она карает мужчину. То есть, она уходит из дома, проклинает его, там, рушит семью. Ну, то есть, кипит вся гневом. И она себя не контролирует в это время женщина. И она с мужчиной психически, не на грубом плане, а на тонком, может сделать все, что угодно. Она может такую ему жизнь устроить, что ему мало не покажется. И причина, почему так происходит, это когда мужчина начинает гордиться перед женской природой. Ее унижать, понукать ей и вести себя очень грубо. Долгое время женщина терпит. И Бог тоже терпит какое-то время. Но когда происходит взрыв, вот женщина, вот такой взрыв, когда происходит у женщины, она становится неуправляемым человеком. Никто не может с ней справиться. Ни она сама, ни мужчина тем более, ни ее близкий. Никто не может с женщиной справиться. Она все коцает вокруг. И саму себя в том числе. То есть, она становится уничтожающей силой, разрушающей все вокруг. Особенно опасно, когда женщина долго терпит и потом рубит. И тогда уже потом очень трудно что-либо вернуть назад. Тогда женщина становится невозвратной в отношении практически. И она будет разрушать жизнь человека, который допустил такие отношения с женской природой, с женщиной. И самое удивительное заключается в том, что если женщина с женщиной так поступает, будет то же самое. Не надо думать, что женщина защищена от разрушительной силы женской природы. Не защищена. Никто не защищен в этом мире. Женщину может, женщина, покоцать точно так же. Именно психически. Что это значит? Это называется проклятие уже. Как некоторые люди говорят. Ой, меня прокляли. Как тебя прокляли? Просто взяли и прокляли. Вот человек шел и решил меня проклятие. Взял и проклял. Вы знаете, вот это вот сейчас, вот очень сильная популярность этой темы проклятия, она такая глупая. Потому что проклятие это энергия Бога, чтобы вы знали. И она, эта энергия под контролем Бога находится. Никогда и никого невозможно просто так проклясть. Даже если вам в этом сказали, ничего не имеет значения никакого. Проклятие означает и санкции. Вот, например, муж бросил жену, жестоко очень, у нее вскипело все внутри, и она говорит, ну тебе за это будет. Вот это называется проклятие. Санкции. Санкции произошли. Понимаете? То есть женщина это сила влияния на этот мир. Допустим, женщину Бог так устроил, что она сама, ей тяжело как бы работать, неприятно. Но зато она очень может сильно вложиться в своей психической энергии в мужа, и муж становится таким влиятельным, способным работать. Иногда люди говорят, это все, ваша теория, она непрактична, потому что два человека всегда больше заработают, чем один. Это глупые люди так думают. Потому что мужчина, в которого женщина вложила, больше, чем в два раза становится сильным. Не в два раза, а гораздо больше, чем в два раза. А женщина становится больше, чем в два раза счастливее, если она вкладывает в мужа, а не в себя. Он развивает его, и он работает. Но она при этом испытывает счастье. Потому что счастье в семью идет через жену, через женскую природу идет счастье. Поэтому женщина дарит подарки, цветы. Счастье идет через женскую природу, но через мужскую. Мужчина это как берега у реки. Он создает правила жизни. Он говорит, жена, вот можешь это, это, а одна в отпуск поехать не можешь. Она говорит, я хочу одна в отпуск. Нет, ты не можешь. А вот это, вот это, вот это. И когда много чего можешь, река, она наваливается на берега. Она хочет всегда через берега перевалить. Но потом назад стекает, думает, не и так хорошо течет внутри берегов. Ну то есть, женская природа это желание жить. То есть, женщина соткана и желание счастья. То есть, она, любовь крутится вокруг нее. Женщина наполняет любовью всю квартиру. Когда у женщины плохое настроение, плохое настроение у детей, у собачки, у кошки, у тараканов. Вы у тараканов не изучали, а я изучал. У всех плохое настроение в доме, если у женщины плохое настроение. И поэтому мужик кругами ходит, говорит, ну в чем дело, ну в чем такое? Она говорит, я тебя трогаю. Вот. Отстань от меня. Вот. Трогаешь, конечно, потому что ты наполнила настроением весь дом. И попробуй еще помешать тебе наполнять настроением весь дом. Допустим, мужчина решил обои купить не такие, как жена хочет. Так она ему все мозги вынесет. Или он к шторке решил какие-то другие. Так она примет эти шторки, повесит, они неделю повесят, она потом тихонько и снимет, повесит то, что она хочет. Мужчина все равно не сделает так в доме, как он хочет. Будет так, как женщина хочет. Если ему повезет, что он сможет сделать так, как она хочет, тогда она тоже согласится с этим. Но если, не дай Бог, она чувствует по-другому, то она не будет счастлива в этом доме. Поэтому, по-любому, мужчина должен просто принять судьбу и делать так, как жене нравится в доме, а не так, как ему. И тогда весь дом будет в счастье наполнен. А он будет радоваться этому, потому что он разумный. А женщина все делает для своих детей уже, как им нравится. Они тоже маленькие ручеки, они вырастают и так далее. То есть, река наполняет жизнью все. Когда женщина выходит замуж, от нее и получают счастье все родственники. Если женщина, как бы, ну, правильно себя ведет, она даже не дает разрушить семью, своей семьи, то есть, своей дочери, допустим. То есть, она побеждает даже, я недавно песню одну вспомнил, которая об этом. То есть, женщина может побеждать семью, даже жизнь, даже своей дочери несчастную. Если она дура, там, глупая, а она правильная, то она даже не даст развалиться в семье своей дочери, если женщина правильная. Ну, то есть, женщина, она всегда может быть... Если она сама правильно живет, она создает счастье вокруг себя, все создает только силу и чистоту. Но женщине очень трудно правильно жить, потому что маленькие мелочи ее коробят, портят ей настроение, она несчастной становится. Но женщина должна быть разумной, она знать, как пополнять свое счастье должна. Женщина пополняет свое счастье через отношения. Вот мужчина, он просто такой, да я буду счастливым. Ну, он через себя пополняет свою жизнь, свое счастье. Внутри себя он просто говорит, да я буду все равно счастливым, вы со мной ничего не сделаете. Мужчина изнутри себя пополняет. Но женщина так не может. Она не может говорить, я буду все равно счастливым, если вокруг все плохо. Поэтому у женщины существуют определенные правила, которым она должна жить. Вот если ей плохо, допустим, женщине, она никогда не должна в этом киснуть, в этом настроении. Она должна звонить кому-то, общаться с кем-то и просто вот открывать сердце, говорить, что-то мне плохо. И надо звонить таким людям, которые говорят, да все хорошо на самом деле, все будет хорошо. И таким образом раз, она и все, и наполнена силой сразу, потекла в нужном направлении. Понимаете, женщина своей силой не может или очень трудно ей исправить себе настроение. Ей нужен контакт с окружающими людьми. Женский разум имеет коллективную природу. Женщины должны в своей молитве объединяться с другими женщинами. Женщины все побеждают в этом мире только совместно. И поэтому в древней культуре женщины, знаете, как выходили замуж, они собирались большой кучей, водили караводы, все смеялись. Мужики, естественно, как бы тоже не могли оставаться в стороне, потому что это же энергия любви, красоты. И поэтому даже песни «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Или, допустим, вот этот фильм про черевички, да? «Да будешь черевички, как у царицы, выйду за тебя замуж». И там весь фильм такой, знаете, там много-много девушек молодых, они все смеются, а он один такой вакула-кузнец. Вот, рядом с ними стоит, они все ха-ха-ха-ха на него такой, много-много девушек, а он такой один. Вот, вот так вот девушки в древней культуре выходили замуж. Их было много, они все смеялись, караводы водили, общались между собой, чирикали, и вакуле-кузнецу деваться некуда, понимаете? Ну, он как бы выбрал, а остальные помогают уже, все смеются, хихикают на него, и ему деваться некуда, он как бы расплавляет его психику совместно. Много-много девушек. А сейчас все девушки по норам сидят, расплавлять психику некому, культура поменялась. Но все равно нужно использовать то, что есть. Есть, допустим, интернет, хорошо, по интернету все радуемся, смеемся. Вот, женщины должны объединяться, они должны создавать социум. Почему сейчас скучно все живут? Потому что женщины не любят друг друга, не общаются. Надо выходить на улицу, там деревца посадила, там порадовалась всем вокруг, там собачку накормила, птичек накормила, со всеми познакомилась. Активная жизненная позиция, и дом вот этот, в котором живет вот эта женщина, он становится красивым. Туда даже вор ни один не зайдет, потому что вору, чтобы зайти куда-то, там должна быть атмосфера такая несчастная, знаете, пустая. Вот вор там грабит что-то, он должен быть уверен, что никто не откликнется. Но если в доме цветочки растут, если все красиво, если люди друг другу улыбаются, он туда не пойдет воровать, потому что его заметят, кто позвонит сразу. Он чувствует, что это не его среда. Должно быть пустынно и безлюдно, чтобы там насилие совершать, понимаете? Таким образом, женская энергия защищает атмосферу с помощью любви. Но мужчина должен создать условия для женщины, потому что если не создать эти условия, она сама не раскочегарится. Если реку перекрыть, плотину, вот это самое страшное. Мужчина говорит, женщина говорит, я хочу на танцы. Ну как бы надо выбрать просто правильные танцы, не танцы-зажиманцы, а допустим женские танцы есть, индийские всякие и так далее, аэробика женская. Ну пожалуйста, иди на танцы, чтобы без мужиков там было. Очень важно это понять, что жену отдал на танцы с мужиками, значит тогда отдал мужику свою жену. Женская природа таковая, с кем она испытывает любовь, того она и становится. Любовь бывает тонкая или грубая, не имеет значения. Поэтому мужчина должен оберегать жену от всех ненужных отношений с мужчинами лишним. Вот. Ну женщина должна жить в творчестве, потому что если женщина, она не поет, не танцует, не стихи не читает, у каждой женщины что-то свое. Она не может чувствовать себя счастливой, река течет, должна течь красиво. Как в мультиках, знаете, иногда такая река течет, в мультике она такая, и так, и так течет. То есть течет очень красиво, так течет река. То есть когда женщина занимается творчеством, то она течет красиво. То есть жизнь ее течет красиво, она становится развитой. Как это в Новосибирске одна женщина задала мне вопрос, я говорю, а чем вы занимаетесь? Она говорит, я в оперном театре пою, такая развитая вся. Я говорю, ну спойте нам. Она тут же прямо даже, как бы, не надо было сильно уговаривать такая. Вот, вот эту песню, будь со мною ласковым, она начала петь. Тут же все, весь зал сразу так, ооо, все расслабились сразу. Она весь зал наполнила любовью в одну секунду. Представляете, у женщины какая сила есть внутри. Но для этого надо быть творческой. То есть надо быть сильной женщиной. Творческая означает сильная женщина. Она танцевать умеет, петь умеет. Это сила, женская сила. Я заметил, что вот у нас, допустим, в команде девушка на танцы пошла, а все, замуж выйдет точно. Она начинает раскрываться такая, становится. И даже не обязательно, что мужчина должен смотреть, как она танцует, хотя это тоже влияет. Вот. А просто вот она такая стала, ну, такая раскрепощенная такая, как бы она не идет, а пишет. Ной ногой пишет, другой зачеркивает. Ну, то есть... Ну, то есть такая стала, как бы, вся из себя. На танцы пошла. Ну, то есть это надо женщинам быть сильными, то есть они должны показывать себя красивыми, быть влиятельными по-женски, красоту распространять вокруг себя. Для этого нужно развивать себя, как личность. Женскую энергию все развивать. Следует знать, что есть особенности характера мужчины и женщины. Запомнили, что у женщины коллективный разум. Как это применять на практике? Вот вы решили помолиться, допустим. Не надо надеяться на свои силы, женщины. Сегодня хочу молиться, завтра перехотела. Вроде бы завтра решила помолиться, оп, перехотела. Потому что у женщины разум неустойчивый. Он движется вот так вот. Но если женщина позвонила подружке, говорит, давай завтра помолимся, ты у себя, я у себя. Все. Она не может перехотеть, потому что у нее совесть начинает работать с этого момента. Если женщина кому-то что-то пообещала, у нее включается совесть. А женщина совестливое существо. Она не может без совести жить. Она как бы, ну, она совестливая женщина. И поэтому, давай завтра пораньше встанем вместе. А вставать не хочется с утра. И она думает, ну, я же ей предложила встать пораньше. Она, наверное, встала, а я что-то лежу. И она сама встает. Или, допустим, у меня жена любит поваляться. Но когда я уезжаю в поездку, мне рано надо вставать на самолет. Она всегда встает. И всегда меня собирает. Потому что женщина мотивируется служением всегда. Это ее воля включается от служения или от того, что она что-то пообещала. Потому что у женщины коллективное сознание. Рать того, чтобы с кем-то, она сама включается легко. А сама для себя она никогда не включается. Поэтому, женщины, используйте это. Вам нужно очень быть в контакте с другими женщинами. Надо созваниваться постоянно. Давай завтра то, давай завтра сё. А давай завтра птичек покормим, сходим. Чего смеетесь? Это же энергия любви. Она должна двигаться. Говорит, да, ну что, я тебе не могу. Так надо включать эту энергию любви. Я в Красноярске вот был. Там кормушка есть такая вот. И на дне прямо семечки. И воробушки туда в дырочку. Бутылка такая висит, там дырочки. Воробушки в дырочку залазят. Семечку раз и улетел. Одну семечку пил, то улетает. Вот. И как бы я смотрю, там немножко семечек на дне всегда. Значит, кто-то подсыпает. А если кто-то подсыпает, значит, смотрит кто-то за этими воробушками. Я раз по окнам. Смотрю, женщина сидит такая. Во окна такая сидит. Чего она делает? Она вот культивирует эту энергию любви. Не обязательно бабушка. Ну, там бабушка была, да. Она культивирует энергию любви. Она любит. А? А? Ну, бабушке тоже надо любить. Бабушка тоже женщина. И она культивирует энергию любви. Она любит. И у ней счастье в глазах. Почему у нее счастье в глазах? Потому что она действует любовью. Она кормит птичек. А если бы она этого не сделала, счастья бы не было. Это свобода выборов для женщины. Взяла, поставила кормушку, насыпаем семечки. Это труд же, но это счастье. Воробушки клюют, и все, и нормально. И, допустим, кто-то смотрит на воробушках, я тоже на него смотрю, я ему улыбаюсь. То есть, тоже нормально. Я когда был студентом, я выходил на улицу в плавках. Ну, уже молодой парень, хотелось рисоваться. В плавках выходил, как бы, на улицу. И обливался ледяной водой. Потом наклоны там, делал зарядку. На улице минус 15 там. Где-то минус 25, уже не постоишь, ноги приберзают к этому. А в минус 15 все нормально. Можно. Я обливался водой и заряжал энергией не только себя, но всех женщин в соседнем доме. Что-то раннее утро было. Я смотрю, иду, и все женщины сидят возле окон и смотрят. Они заряжаются. Мужчина обливается, они смотрят, заряжаются энергией от этого. Так устроена женская природа. Они заряжаются от других. Кто-то совершает аскезу, а женщины заряжаются. Им тоже это нравится. Смотрят. Надо изучать женщину природу. Как мы молитвенный ретрит проводили, женщина говорит, дайте настройку специально для женщин, для молитвы. Я говорю, вы помолитесь за то, чтобы у всех молитва получилась. Настройтесь на общую атмосферу. Не на себя, не на то, что я, как женщина, говорит, я начинаю молиться и чувствую, что у меня ничего не получится, у меня нет сил, я чувствую, что я слабая. Это значит, что ты неправильно включила разум. Тебе надо настраиваться на общую атмосферу, думать, что у всех получится, у меня не получится, но у всех получится. Женщина коллективный разум, коллективный благословляющий разум. И она начинает так настраиваться, и у нее раз вся судьба начинает меняться. Почему? Потому что она включила свой разум женский. Нельзя говорить, что у женщин разум слабее. Почему он слабее? Он просто имеет другую природу. Вот, допустим, в песочнице играются мальчик с девочкой. Мальчик раз ей там лопаткой ударил девочку. Вроде бы мальчик сильнее, да? Дальше что происходит? Девочка собирает подружек или маму приводит. Не коллективный разум. Она взяла, собрала все, что для коллективного разума нужно, и подошла к мальчику. И что ему делать теперь? Он один, а их много. Ничего не сделает. Потому что у женщины коллективный разум. Коллективный. Это означает, что с ней ничего не сделаешь. Вот, допустим, когда мужчина с женщиной поругался, дети за кого? За маму. Собачка куда бежит, с какую сторону? На кого гавкать? На папу. Тараканы тоже, кстати, за маму будут, чтобы вы знали. Вот. Все за маму. У меня было несколько раз вообще до парадокса. Просто вот как бы с женой по-разному считаем. Идем к наставнику. Наставник всегда за жену. Я потом спрашивал, почему как бы вы... Он говорит, не волнуйся, это тебе полезно. Она женщина, пускай будет права. А ты учись быть смиренным. Ну, то есть, всегда все за женщину в этом мире. Женщина всегда права по-любому. И это правильно. Потому что женская природа защищаема в этом мире. Бог защищает всегда женщин таким образом. Поэтому, как бы, мужчина должен смиренно принимать эту ситуацию в жизни. Он должен знать, что женщины связаны с опасно. Не надо в этот конфликт входить и вовлекать родственников. То, как бы, опасно, потому что еще есть же вот эта женская сила, которая может тебя проклясть, нахлобучить. Мужчины думают, что они сильнее женщин. Но это их заблуждение, это иллюзия. У мужчины активная деятельная сила, а у женщины благословляющая или проклинающая сила. Женщина в деятельности слаба, но она влиять сильно может на ситуацию. Допустим, приведу пример. В древней культуре абсолютно точно знали люди, абсолютно точно знали, что сражения побеждают не мужчины, которые сражаются, а женщины, которые молятся за своих мужей. И поэтому, когда мужья уходили на войну, женщины учились правильно себя вести. То есть, они не допускали даже мысли, что муж может погибнуть. Они совершали постоянно молитву. То есть, они постоянно аскезы совершали, постились там и держали себя в очень строгости большой. И приводятся примеры, что были непобедимые воины. Даже вот в ведах описывается, что были воины, которых просто в принципе нельзя было победить. Некоторые из них даже не защищались. То есть, ты можешь просто там, что хочешь делать, не коснется ничего, ни стрела там, ни меч такого человека. Почему? Потому что жена настолько сильно за него молится. Не то, что он выпендривался там и закрывался. Я просто не закрывался. Я говорю о том, что описывается в летописях. Победить невозможно было человека, потому что жена держала его жизнь в своих руках. И описывается еще один интересный случай. У одного мужчины была жена настолько благочестива, что когда по судьбе мужа преждевременно, ну как бы, бог смерти, но это не бог, это такой менеджер, называют богами, но это не бог на самом деле. Это менеджер смерти такой. Он взял и из тела забрал душу у человека. Но у этого человека была жена очень святая. И она в тонком теле пришла к нему, к этому богу смерти. Нашла дорогу. Вот. И забрала назад мужика. Она заставила его отдать. И он отдал ей. Слово святой означает, что от человека исходит удача. Такой вид света, который не означает, что лампочка горит, да? А это означает, что на человека человек смотрит, и он просветляется. То есть у него все в жизни меняться начинает. В летописи приводят, что вот когда люди приходили к камню Сиросимова Саровского, когда он стоял неподвижно на камне, они просто смотрели ему в глаза. И одной секунды достаточно было, чтобы вся жизнь изменилась. То есть люди смотрели на него и ничего не спрашивали даже. У них все потом в жизни менялось, и они все понимали, как жить. То есть происходило просветление. И они видели от него, что удача, вот это сияние счастья, удача идет от этого человека. Вот это называют святой. Ну то есть Бог сильно действует через этого человека. Когда веды объясняют, когда Бог наполняет человека силой, чистоты, знания, любви, то от этого человека начинает исходить вот этот божественный свет, это сила Бога, святость, энергия Бога. И она меняет жизнь людей. Люди становятся счастливыми, развитыми, благодаря контакту с таким человеком. Одной секунды достаточно контакта веды описывать с таким человеком, чтобы поменялась вся жизнь. Просто поверить этому человеку. Это большая редкость. Часто заезжие гастролеры, наподобие меня, делают из себя святых. Святой человек — это редкая-редкая удача встретиться с таким человеком. Они абсолютно бескорыстные, ничего в жизни не надо. Они очень скромные по природе. Они очень мудрые, глубокие и так далее. И просто человек скажет одно слово, которое вам, вы не воспримете это слово его как что-то сильное. Как некоторые думают, святой там. Изыди там, что-то такое. Нет, как бы он просто скажет. Он скажет. Допустим, ему говорят, что-то дождя давно нет. И он говорит, да не волнуйся, Бог вам даст дождь. И такой три шага делает от этого места. И там просто уже гроза идет. Хотя не было ни одной тучки на небе. Это летопись. Я вам описываю, что так реально происходит. То есть святой означает человек, который полномочен. Просто его слова Бог выполняет. Он любит этого человека. И он просто меняет атмосферу сразу в небе. Под его просто желанием. Это редкий случай. Так редко бывает. Не надо из себя корчить святых. Очень опасно. А вы видите в Польше? Нет. Везде есть. И в России. Просто мы говорим, да нету святых у нас. У нас в монастырях, вы скажете, одни там плохие люди. Это ваше восприятие. У нас глаза же отравлены грязью. Мы поэтому и священников, монахов видим много грязи. А чистоты не видим. Святых людей везде хватает. Просто не каждый человек имеет право с ним соприкоснуться. Нам не положено по судьбе. Что положено, то и получаем. Нет. Никогда не бывает с рождения святой. Только это мессии с рождения святые. На этом земле никто не рождается святым, потому что они положены. Но есть мессии, такие как Иисус Христос, допустим, Мухаммед. Они с рождения уже святые, потому что они веру приносят. Веру приносят человечеству. Они с рождения уже такие, да. Но мы нет. У человека есть свобода выбора, он может поменять всю свою жизнь. Женская природа снаружи очень мягкая, подвижная, нежная, изменчивая. Женщина легко приспосабливается к любой обстановке, если она хочет этого. Она может легко как бы влиться в структуру любой социальной среды, группы. Допустим, она переезжает в другую страну и легко адаптироваться к этой стране. С точки зрения общения, отношений. Я, допустим, учил английский язык, у меня жена такая, ну-ка, да, я произ... И она начала говорить по-английски, там, к слову произносить. Я смотрю, она произносит как англичанка уже. Вот у женщины такая адаптационная функция очень сильная. А я никогда так не произнесу, потому что у меня нет такой силы. Ну, то есть, женщина снаружи очень подвижную психику имеет, способную адаптироваться. У нее характер приспосабливаемый ко всему. То есть, она способна как бы понять обстановку, среду, в которой она находится, ее принять. Но внутри женщина имеет характер очень трудноменяемый, трудноподвижный. Он у нее очень стабильный и четкий. И психика женщины требует очень четких руководств к действию всегда. Ей нужна полная схема жизни со всеми правилами и предписаниями. Поэтому девочек в школе надо учить так, что ей надо все разжевывать, говорить, как правильно, вот так, вот так, вот так. Она, когда всю схему узнала, она дальше в совершенстве ориентируется в ситуации, и легко действует внутри этой схемы. Поэтому в тех случаях в жизни, когда требуется четкое руководство к действию и точное какое-то действие, правила какие-то, то женщина в этой среде бесподобно действует. То есть, женщина всегда, когда есть инструкция, она четко все выполняет. Вот, допустим, преподаватель в школе. Это женская профессия. Если, допустим, четко инструкции расписаны, как преподавать урок, женщина все в деталях изучит это все и великолепно будет преподавать. Но мужчина совсем другой характер. Ему нужно лезть туда, где неизведано. Ему, он не хочет инструкции исследовать, он хочет ее понять. Женщина понимает все, следуя инструкции, а мужчина понимает все, нарушая инструкцию. Ему нужны, как бы, новые какие-то горизонты в жизни. Ему нужно пробовать то, чего никто не пробовал. Он революционер по природе мужчина. А женщина, она педантист по природе. То есть, она делает все так, как положено всегда. Поэтому даже в семейной жизни мужчина должен русло очень четко очертить, как бы, куда течь женщине, чтобы она, ну, как бы, чувствовала себя свободно, потому что все определено, все понятно в семейной жизни. Но если мужчина нарушает правила, допустим, он говорит, за поворотом река будет течь так, она поворачивает, а там, бац, и не так, и она в шоке. Потому что женщина должна четко понимать, мужчина должен четко женщине гарантировать, как будет проходить жизнь. Тогда она чувствует себя очень комфортно. Но если есть какие-то нарушения этих гарантий, даже пускай не по воле мужчины, не по его вине, то тогда женщина чувствует предательство, она чувствует, что ее предали. Но при этом сама женщина никаких гарантий давать не может. Вот такое противоречие. Она требует от мужчины слова и всегда указывает ему на это слово. Но если мужчина говорит, ну, ты же говорила тоже, ты же говорила, она говорит, ну, я женщина. Ничего страшного, я говорил, не говорила, от этого ничего не меняется, все. Она говорит, я женщина. Она обязательств не берет. Но при этом у нее есть природные свойства, у нее есть стабильность внутри очень сильно, допустим. Поэтому женщина, она верна по природе, верность стабильная. У нее характер очень твердо следует определенным рамкам, нормам. И в целом у женщины характер не склонен к деградации. И не склонен также к прогрессу, к сильному. Он остается в определенной паре. Это не значит, что он не меняется. То женщина может улучшать себя, меняться. И может также деградировать. Но и то, и другое у женщины происходит медленно, не быстро. Но снаружи женщина очень легко может поменять себя и свою жизнь. Если говорить об образовании, женщина в два раза быстрее усваивает материал, и в два раза быстрее практически его воплощает, чем мужчина. Но потом ей также в два раза тяжелее удержать все это внутри себя. То есть она может отвлечься от этого и потерять знания. Она быстро усваивает, быстро теряет с точки зрения внешнего восприятия. А с точки зрения внутреннего, ей внутри у себя очень трудно чего-то добиться в жизни по отношению к себе. И потом это сохраняется надолго. Но у мужчины все наоборот. То есть мужчина, он снаружи, ну в поведении, то есть в поведении женщина гибкое. А мужчина в поведении очень костный. Мужчине очень трудно поменять свое поведение. А женщине трудно поменять свой характер. Поэтому когда мужчина и женщина встречаются, женщина скрывает свой характер неосознанно. Она не показывает свой характер. Все женщины, когда встречаются, они какие? Все такие нежные, ласковые, такие добрые, все классные. Вот это так действует энергия любви. По влияниям любви женщина такой становится. Любая. Но мужчина должен строить отношения с женщиной на дистанции, чтобы узнать ее характер. Она должна раскрыться. Покапризничать должна. Ну как бы он должен понять, потянет он ее характер или нет. Сможет он с ней справиться или нет. Потому что характер женщины по-любому сильнее, чем мужчины. Женщина внутри тверже, чем мужчина. По-любому. Если мужчина чувствует, что тянет как бы нормально, то можно замуж брать. А женщина должна узнать привычки мужчины. Они трудноменяемые. Допустим, женщина встречается с мужчиной, она должна понять, что у нее за привычки. Пьет, не пьет. Гуляет, не гуляет. Работает, не работает. Летяй, не лентяй. То есть какие привычки? Как он себя ведет в социуме? Должна узнать. Если она не узнала, вышла замуж, потом эти привычки начинают ее убивать. То же самое, мужчина не узнал характер женщины, этот характер начинает его убивать. Привычки мужчины поменять очень сложно, даже самому мужчине. Характер женщины поменять очень сложно, даже самой женщине. Запомнили? Женщине привычки свои поменять легче, а мужчине легче поменять свой характер. Вот, допустим, у мужчины есть характер, он, допустим, обидчивый, да? Или там гневливый, там, как угодно. Характер какой-то у него есть. Женщина, ну все, с таким характером я жить не буду с человеком. Она не понимает, что у мужчины характер может поменяться полностью. За два-три года он станет другим совсем. Мужчина перестанет гневаться, станет смиренным, по-доброму себя вести. Но привычки его, и поменять ему все равно будет очень сложно, несмотря на то, что его характер стал хорошим. У него все равно тянет по бабам, если его тянет с молодости. Вот, или там выпить тянет, если его тянет. Это уже изменить мужчине в себе очень сложно. Привычки. Но женщине свои привычки изменить очень легко. Допустим, она гулящая была женщина, стала не гулящей. Но обидчивость свою, ей она не уберет практически за всю жизнь. Или, допустим, женщина обидчивая, дичьевая, или очень чувствительная, там, чуть не так она, ой, я ее не могу перенести, там. Или, допустим, она болезненная, там, постоянно, то есть, больная такая. Чувствительная, ой, я болею, все. Или ленивая, допустим, и она не может, там, себя заставить что-то сделать. Это естественное проявление характера женщины. Характер. Ой, Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, успокойте вы меня. То есть, характер, она сама себя не может успокоить. Потому что характер у женщины очень сильный. И почему женщины хотят замуж? Потому что им хочется стабильности. Она чувствует, что она не может сама себе сделать стабильность, успокоить сама себя не может. Не может сама себе сделать нормальную, спокойную, стабильную жизнь. Поэтому женщина должна быть замужем. И поэтому женщине очень важно понять, что не надо стремиться к социальному развитию, пока она не замужем. Социальное развитие для нее должна быть не работа. Социальное развитие для нее должно быть отношение, общение. Она должна создать вокруг себя среду любви. Она должна всеми дружить, всех любить и создать среду любви. И при этом не сильно думать о том, сколько у нее денег. Вот на жизнь хватает, и слава Богу. Она не должна сильно пытаться стать богатой, там иметь квартиру. Потому что эта женщина не мешает выйти замуж. Они помогают, как ни странно. Мужчина, если видит, что где женщина сильно богатая, у нее много всего, он побоится с ней даже отношения строить. Так мужчина устроен. Вот если он видит, что он ее не тянет, тогда он просто отказывается. И она теряет человека таким образом. Женщина должна быть богатой в любви, в отношениях. Но если женщина настроена на работу, то она даже удержаться в работе не может. Потому что женщине нужна опора в жизни, чтобы где-либо удержаться. Опоры нет, она не может, она же ее шатает в жизни. Как мне женщина спрашивает, Олег Геннадьевич, я там устроюсь, не могу. Там, где мне работать, объясните. Я говорю, вам надо замуж. Я могу вам это схематично объяснить. Допустим, взять курицу. Женская природа же. И курица, она такая, у нее беспокойный ум такой. Петух же не беспокойный, сидит на месте такой. Такой постоянно, как вот. На понтах такой, смотрит с кем подраться. Мужская природа. А у куриц сильно правильно женская природа. Они такие бегают. Всегда постоянно такие, носятся все время. Но когда у курицы яичко, да, она сидит такая. Ку-у-у-у-у-у-у. Успокоилась. Ну, то есть, женщине нужна семья. Когда семья, она сразу ку-у-у-у. И у нее психика начинает работать спокойно, она рассудительной становится, закрепляется на работе, ей легко понять, что делать, она не сильно парится, если что-то не так. То есть у нее психика становится спокойной, когда она замужем. Когда она одна, она бегает и постоянно суетится. И поэтому она не может нигде удержаться. Она думает, у меня, наверное, не природа здесь работать. Тебе надо сначала замуж выйти, а потом думать о работе. Иначе у тебя нигде будет не природа. Постоянно будет суета в голове, суета. Будешь думать, это надо больше, это не здесь, куда-то еще надо. Нет, это не понравится, что-то другое, не пойму, что делать вообще. Выйти замуж. И все равно беспокойно. Замужем все равно беспокойно. Муж не тот. Почему не тот? Как Бог положено, так и дал. Почему не тот? Бунтуете против мужа? Если бунтовать против мужа, значит тогда не будет в жизни устойчивости. Тогда что есть муж, что нет. Для того, чтобы успокоиться, нужно принять мужа. Какой есть, такой есть. Бог мужичка дал, слава Богу. Надо его, ну как бы, подсечку сделал, надо его до конца довести, иначе бросок будет не засчитан. До ЗАГСа его дотащила, потом отмыла. От спиртного отмыла, сделала чистеньким. И живи счастливо. С мужичком надо что-то делать. Вот мужчина, он побеждает весь мир. А женщина побеждает только мужа и детей. У нее психика заточена только в одну сторону. Она побеждает только мужика и детей. Ей больше ничего не надо побеждать в жизни. Муж там приходит, жене начинает рассказывать. Кто, кто? Она говорит, мне это не интересно. Ты сегодня что кушал? И где? Женщина контролирует мужика своего и воспитывает его. Знаете, что все женщины преподаватели, повара и врачи. Некоторые женщины меня спрашивают, а я по природе преподаватель? Да, преподаватель. Но только в рамках своей семьи. Все женщины по природе преподаватели, они постоянно обучают своих детей и своего мужа. Все женщины. Все женщины по природе повара, то есть они готовят в своей семье, все готовят. И все женщины врачи по природе. Вот допустим, у меня жена, она не обладает тонким видением, но она мне всегда приносит правильные лекарства. Она говорит, вот тебе вот это полечи. И раз пробую, смотрю, правда подходит. Откуда она взяла, непонятно. И она когда мне накладывает покушать, она точно знает, сколько мне надо. Она, допустим, берет, наложила, такая положила, что-то, я думаю, что-то многовато. Она так раз, ровно столько убирает, сколько надо убрать. Я такой, смотрю, не жаль. Так женщина устроена. Это ее природа. И у женщины у всех есть экстрасенсорные способности по отношению к своим детям и к мужу. У меня, допустим, кишечник напряжен, допустим, у меня жена руку накладет на живот, он сразу раз такой расслабляется, такой бурлит, начинает такой довольный. Просто руку положил на живот и все, успокоился. На голову руку кладет, голова проходит. Любовь, энергия любви так действует, женская. Итак, очень важно разобраться во всем полностью. Там мне попросили сказать вам, что у меня есть, со мной ездит специалист, врач, который, ну, он дает консультации бесплатные по здоровью, по тому, как можно полечиться у нас в клинике. И даже если люди, допустим, не могут к нему на консультацию попасть, то у нас сейчас новая такая есть система. Вы можете заполнить анкетку, и вам проведут бесплатную консультацию у нас в центре. То есть сразу же эта анкетка попадает нам в центр, с вами созваниваются и вас консультируют. Вы можете заполнить анкетку и получите возможность эту. Субтитры создавал DimaTorzok